Здравствуйте, коллеги! Вас приветствует город Красный Сулин Ростовской области. Меня зовут Парапунова Виктория Леонидовна. Я заведующий детским отделением Красносулинской межпоселенческой центральной библиотеки. Краеведение – очень перспективное направление в создании нашей библиотекой собственных мультимедийных продуктов. Сегодня я расскажу вам об опыте создания нового электронного продукта краеведческо-туристического похода с Петром I по Донскому краю. Проект этой виртуальной экскурсии был разработан к 85-летию образования Ростовской области и 350-летнему юбилею Петра I. Туристические путешествия, походы и экскурсии, знакомства с памятниками истории и культуры, с природой родного края, с достижениями в экономике, науке и культуре интересны и увлекательны. Ростовская область располагает большими возможностями для туристических путешествий. Бурная, насыщенная драматическими событиями история Донского края оставила многочисленные значимые исторические объекты, архитектурные памятники, уникальные природные ландшафты и скульптурные монументы. Все это способствует развитию библиотек Ростовской области как информационных центров развития внутреннего туризма, как партнеров к туристическим структурам Донского края, поскольку краеведческая деятельность библиотек всегда интересна для пользователей в качестве туристической информационной базы. Краеведческая работа всегда связана с постоянным поиском новых форм, способствующих созданию положительного имиджа библиотеки, востребованности краеведческой информации, в первую очередь интереса детей и подростков. Цель проекта. Создание комплексного образовательного электронного продукта с Петром I по Донскому краю для углубленного изучения истории родного края детьми и подростками Ростовской области. Задача. Собрать информацию о пребывании Петра I на Дону. Составить сценарный план для мультимедийного контента. Разработать электронный продукт с Петром I по Донскому краю в сервисе Женяль. Презентовать электронный продукт с Петром I по Донскому краю на библиотечных сайтах и соцсетях. Уровень компьютеризации нашей библиотеки, желание сотрудников позволяет сегодня изобретать и осуществлять на практике инновационные методы донесения библиографической информации до читателей. Мы понимаем, что электронное библиографическое пособие, как и любое другое издание, должно быть интересным для большинства категорий пользователей, в том числе и потенциальных, раскрывающим фонд библиотеки, то есть работать на ее имидж, простым в создании и использовании, занимающим свою нишу на рынке информационных продуктов. Мы убедились, что электронные формы библиографического информирования читателей, непосредственно связанные с компьютером, привлекают детей и подростков гораздо больше, чем традиционные. Среди неоспоримых преимуществ электронных библиографических изданий более широкий круг пользователей и, что немаловажно, экономичность их создания. Большинство выпущенных нашей библиотекой пособий выставлены на сайте нашей библиотеки, поэтому с ними можно работать не только в библиотеке, но и дома, в учебных заведениях, школьных библиотеках. Наши электронные и библиографические издания разнообразны по форме и содержанию. Особенностью этих изданий является сочетание вторичной библиографической и первичной фактографической информации. Пребывание Петра I на Дону легло в основу нашего краеведческо-туристического похода. Теперь каждый, кто хочет узнать больше о петровских памятных местах нашего края, сможет получить подробный электронный путеводитель. Как и полагается, у путешественников имеется своя карта похода. На ней отмечены все объекты, которые может посетить участник похода. Содержание работы делится на две части. Познавательный рассказ о петровских памятных местах и туристические привалы. Ориентироваться можно с помощью кнопок карта похода, а также стрелок продолжения похода «Вернуться назад». Каждое знакомство с объектом начинается с рассказа о том населенном пункте, в котором он расположен. Затем идут основные сведения о памятных местах. Чтобы рассказ получился более полным, имеются дополнительные разделы и ссылки, которые расширяют содержание главы. Маршрут путешествия участники похода могут выбирать самостоятельно. Всего их семь. Для этого нужно воспользоваться картой похода. На ней также обозначены туристические привалы, на которых путешественникам предлагаются небольшие интерактивные игры, посвященные Донскому краю. Каждая глава похода имеет обязательный раздел «Библиография». Им можно воспользоваться, если приведенных сведений по теме окажется недостаточно. Поисковые возможности карты похода достаточно прозрачны. Затраты времени на поиск информации минимальны. Наличие иллюстративного материала обогащает визуальный образ петровских памятных мест в сознании пользователя. Мы начинаем свое путешествие и отправляемся в город Азов. Имя Петра I неразрывно связано с историей города Азова. Впервые русским городом Азов стал после походов Петра в 1695-1696 годах. Путешественники могут полюбоваться памятником Петру, крепостными валами, Алексеевскими воротами и другими достопримечательностями. Следующий объект нашего путешествия – Таганрог. Имя первого российского императора, давшего городу жизнь, навсегда вписано в историю Таганрога. Это и памятник Петру, парки и памятные знаки. Продолжая свой путь по памятным петровским местам, побываем в станице Старочеркасской. Здесь, вниманию любознательных туристов, представлен Воскресенский собор. Он был заложен по инициативе Петра I и при его личном участии. Дальше мы отправляемся в станицу Раздорскую. Именно здесь, в мае 1696 года, напротив Раздорского городка, на рейде, останавливался молодой российский флот, шедший из Воронежа в Азов. История каждого города начинается с легенды, и Ростов-на-Дону не исключение. В 1695 году молодой Петр, идя с войском на Азов, оказался в этих безлюдных местах. Подумалось тогда еще царю, что если ставить крепость для защиты русских земель от врага, то только здесь, на этом стратегически выгодном месте. И хотя город был построен гораздо позже, в нем немало памятных петровских мест. Следующий объект нашего путешествия – Новочеркасск. В Новочеркасске Петр не был. Город основан спустя 80 лет после его смерти. Но именно в Новочеркасском музее истории Донского казачества хранятся ценные петровские реликвии. Волгодонск наполнен всевозможными монументами. Здесь есть как современные скульптуры, так и памятники, посвященные историческим событиям и личностям, в том числе и Первому Российскому императору. Приглашение для удаленных пользователей принять участие в краеведческо-туристическом походе с Петром I по Донскому краю было размещено на сайте детского отделения Красносулинской межпоселенческой центральной библиотеки и в различных группах в соцсети ВКонтакте. Это электронное пособие успешно используется во время проведения мероприятий и краеведческих уроков как в библиотеке, так и в образовательных учреждениях. Новые информационные технологии дают возможность отправиться в путешествие, не выходя из дома. Мы очень надеемся, что наша виртуальная экскурсия заинтересует юных пользователей и у многих появится желание совершить реальное путешествие. Туризм – это не только интересные впечатления, но и возможность многое увидеть и познать. Спасибо за внимание!